Всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск на канале LA Garage. Вы знаете, лично для меня замена махла на этом мотоцикле, который, напоминаю, у нас пойдет в возыгрыш, дело 5 минут, а для вас оно совершенно неинтересное. Но я нашел вариант, как разнообразить эту картинку и сделать этот процесс очень интересным и увлекательным. Что-то мне подсказывает, что вам очень и очень понравится. Покажи свой динаметрический, что я тебе плачу с удовольствием. Да будет срач в комментариях! Не те ощущения, говори. Колхоз бывает разный. Какой колхоз я считаю допустимым? Рыжком. Свою ж ты мать! Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, пляжи у нас до сих пор закрыты, хотя была информация, что сегодня открыты пляжи. Мы поехали проверить. Если нет, открыта только дорожка, которая идет вдоль пляжа. Но чтобы по ней гулять или ходить, нужно быть обязательно в маске. Поэтому вот стоят ребята и говорят, что типа это, без масок сюда нельзя. А сейчас, пожалуй, настало то время, которого многие из вас ждали. Мы будем объявлять победителя, кому же достанется вот этот фриз. Анжела, ты готова? Всем привет, я готова. Я готова? Ну давай, нажимай рандомайзер. Вот у меня тут рандомайзер, все подгружено. Нажимаю кнопочку. То есть все это действие происходит, ребята, у нас в прямом эфире, чтобы не было никаких нюансов. И выиграла Татьяна Лорионова. Ура! Татьяна, мы тебя поздравляем еще раз и свяжитесь со мной в моей группе ВКонтакте, либо же в Инстаграме. И вот этот замечательный номер будет ваш. Идите в Татьяне. Следующие хорошие новости. У нас имеется еще один номер на розыгрыш. И эти номера сняты непосредственно с моей машины, которая опять-таки доехала из Калифорнии во Флориду. В следующем выпуске будут разыграны эти номера, а на будущее мы, Диме, подкинем еще пару номерков. У нас вообще доехало пять машин из Калифорнии. Ребят, главная мысль, без номеров мы с вами не останемся. Да, Анжел, гарантирую. Сто процентов. Ребят, я не знаю, почему вы любите номера вот такие, я, честно говоря, не знаю. Как-то даже проводили опрос, разыгрывают ли нам номера дальше в будущем. И вы сказали, да, номера это прикольно. Но, конечно же, мы не будем ограничиваться одними номерами, то есть будут еще разыграны разные сувениры. Пожалуй, перейдем к самому интересному, на мой взгляд, в этом выпуске. И будем смотреть, как Оксана будет менять. Масло и масляной фильтр. Да, кстати, ребят, познакомьтесь. Это Оксана. И теперь она у нас будет очень и очень часто присутствовать в выпусках. Привет. Привет. Ну, что ты заседнялась-то? Нет? Покажи свой динаметрический. Покажи свой динаметрический. Вот он. Котиков колит, я... Первый вопрос был у нее, когда она приехала ко мне в гараж, знакомится. Она говорит, слушай, а где твой динаметрический ключ? У меня его не оказалось. И очень плохо. Очень плохо, да? Самый важный инструмент, конечно, в ремонте. Затяжка болтает. Только в ремонте? Венторг вот раз. Мы можем говорить долго, но, пожалуй, приступим к работе. Да? Плечатки будем надевать? Покажи. Оксана, ты что там ищешь? Динаметрический ключ? Нет, там его точно надо лицо подкрасить. Ага. Так, подожди, мы масло менять собрались. Но масло не меняется без красной помады. А я меняю. Масло без красной помады. Вы представляете? Видимо, упущение. Оксана, вот тебе поддончик. Что там у нас? Какой болт? Где он? Вот он, масляной фильтр. Его надо открутить. Тащи ключ какой-нибудь. Очень неудобно, конечно, без подъемников. Вообще, мотоцикл должен стоять на специальном листе. Правильно должен быть закреплен. Но у нас ничего нету. Наше путешествие. Но настоящие механики не боятся таких мелочей, как отсутствие подъемников. Это гаражные механики не боятся. А, да? Слушай, а мотоцикл не надо подержать? Вы знаете, я хотел помочь. Я говорю, Оксана, давай я откручу, сорву, а ты дальше будешь крутить. Но она сказала, нет, попробуй только. А че чистенькая, да? Нормально. Я как труный хаек. Ай, шоки, это забачкало. Надо салфеточкой или что-нибудь еще. Смотри, Оксана, я это делаю обычно так, вот когда все это дело в масле, не снимается, просто отверточкой вот так, чик, поддел и снял. Потому что снапановский шарик такой, который стопорит головку, он частенько забивается и работает очень плохо. Лучше, мы здесь все открутили. Теперь только не перепутай, какой болт куда идет. Так, давай закручивать. На, это самое какое-нибудь, господи, на херну это, как она называется. Я понимаю твои сленги, я понимаю, что это херня. Да, вот эту херню, чтобы починить, вот эту херню. Ну я молчу. Так, без матов, без матов, комментаторы. Даже не в том дело, что кто нас смотрит, а в том, что у нас высококультурный, высокоинтеллектуальный YouTube канал. Мы не забываем. Вот здесь, кстати, очень-очень странно. Вот там вот цикл Харли Дэвидсон, обычно здесь идет еще такая резиновая О-ринг, она называется. Колечко. Вот, колечко, да, но здесь его нету. Не, ну на Харли Дэвидсон и цепи нет нормальной, там какая-то резиновая херня идет, и вообще он весь трясется. Нормально он трясется, в этом и смысл. Вообще, нужен динамометрический ключ, чтобы правильно сделать затяжку болта. Но, к сожалению, у Димы в мастерской. Не оказалось самого главного инструмента, поэтому будем, так сказать, на глазу. Я не знаю по поводу главного инструмента. Для меня, как практикующего механика, который работает ежедневно, вот это вот самый главный инструмент, он же является динаметрическим ключом. Не, ну а если серьезно... Но ты же здесь не можешь выставить натяжку. Вот. Ребят, естественно, динаметрический ключ в хозяйстве нужен. У меня был снапановский хороший, но я оставил его в том сервисе, он слишком здоровый, чтобы его тащить. И он нужен, в основном, конечно, когда ты делаешь какие-то работы с двигателем. Да, на мотоцикле самое главное. Смотря на каком. На любом мотоцикле, потому что где-то пережмешь, в другом месте открутится. Надо все делать четко. Хорошо, говорила, купим тебе динаметрический ключ. На день рождения. После того, как этот мотоцикл будет разыгран, перед отправкой его в Россию или там в любую другую страну. Ты затянешь. В страну, да, я возьму сервис-мануал и проверю все еще раз. Затяну все, как должно быть. Вот этот кожа, кстати, у нас тут, видишь, поцарапанный. Можно новый купить, поставить. До того момента, как мы его разыграем, мы сделаем на нем вообще полностью все, что нужно. И это будет состояние совершенно нового мотоцикла. Ну и еще один штрих работы над Prius замена лобового стекла, ибо оно у нас было треснувшее. Но его меняю не я. Есть специальный сервис. Они приезжают со своими стеклами и устанавливают их. Стоит это удовольствие 120 долларов. В принципе, недорого. Человек тоже с Калифорнии приехал. Точно так же дожди уразуются, как и я. Мы стоим, два идиота на дождь смотрим. Ну круто же на самом деле, реально круто. Просто вот тепло, жарко было, и тут просто був, и ливень вообще обалденно. Причем ливень такой теплый. Можно выйти прям под него и вообще. Вообще просто по кайфу. А что-то странный способ. У тебя что, двери что ли не закрываются, а не открываются? Чем место мало. Зато он давно вылезти всегда можно. Здорово, здорово. Рассказывай. Слушай, да, со длительного страста я лежал, что вроде с тормозами, что-то нет, я посмотрел, колодки подошли. Поэтому я думаю, нужно этот вопрос сегодня решить будет, потому что коронавирус коронавирусом, а может быть кому-то сдать снова придется. Хотелось бы верить очень сильно на самом деле. Ну а что ты экстрим не хочешь сделать без тормозов машина? Представляешь, Тура. Мустанг без тормозов. Для любящих экстрим. Ну это будет эксклюзивная опция, одни черные будут брать, я боюсь просто. Ну окей, ладно, тормоза поменять. Не особо криминал, но знаешь, лишним не будет, так сказать, тем более пока машина не катается, нужно ее нормально обслужить. Я честно думал, сам применять на самом деле, но просто дождь и дело плевое. Я не думаю, что у тебя это много времени займет, да и надеюсь, не очень дорого будет стоить. Так ведь? А, не очень много времени это сколько? 5 минут что ли, по-двоему? Ну не 5 минут, полчаса, нет? Полчаса. Давай сделаем следующее. Берем полчаса, ты меняешь сам. Если ты укладываешься в полчаса, то я тебе плачу 100 долларов. Если не укладываешься, то ты мне плачу 100 долларов. Дорогая замена колодок получается что-то. Не, ну тут же интерес, понимаешь? Просто дело принципа. Давай, все равно коронавирус делать нечего, почему нет? Леха, разбивай их. Давай, давай. А, по коронавирусу надо. Спорим на 100 долларов. Погнали. Я уже чувствую эти 100 долларов в моем кармане. А я чувствую, что совершенно очень хорошо сделано. Ты готов? Ты готов? Я вообще не приступал даже. Надо же не задавкать. Сделаем сейчас так. Я его обеспечу инструментами всеми. Это мой инструмент. И ты нажмешь на старт. Ну ладно, договорюсь. Ну а что ты без оптимизма-то как-то? Я не понял, что это? Как-то не нравится уже, это мне затея. Давай, давай. Они вот все говорят, да, вот клиенты. Да что там? Да вы там ни хрена не делаете в этих автосервисах. Только тупо деньги рубите. Вот сейчас посмотрим. Ну, в принципе, инструментом обеспечен. Самое главное. Электрическая крутилка. И отверточка. Отвертка. Спасибо за тонарик. Больше пока ничего тебе не надо. Ты готов? Да, вроде как. Да, да. Секундомер. Погнали. Погнали. Ну, прям как в Формуле-1. Да, чуть-чуть меньше. Ты выигрываешь 100%. Чуть-чуть меньше. И главное, не запомни здесь еще ничего. Если порог прогнется, значит, что-то прошло не так, правильно? Да. Ты прав. У тебя же стимул заработать 100 долларов. Понимаешь? 100 долларов они вот, они практически близко. Сколько там осталось? Минута. Нет, пацаны, за хреновый запасом. Народ, он за минуту еще даже машину не поднял. А, какой чисто. Своя, жалко же. Так, как этот хрен работает? Так, вот сзади что? Вообще, секретки нужно не электроинструментом ослаблять. Вроде как. Давай, давай сильней. Нет, в случае, они идут? Откручивать в эту сторону. Мелочки. Я должен сосредоточиться. Подожди, почему он перестал крутиться? Ты нажал на кнопку. Ты специально так сделал. Так. Я хорошо затягиваю. И затягиваю. 90 ньютон метров. Ну что я тебе могу сказать? Кажется, я проиграл. Вагонник тебя ждет. Я уже спотел. Прошло 2 минуты, и уже спотел. От осознания того, что 100 долларов это терял. Ничего себе. Это ж надо было так умудриться затянуть. Кто тебя научил так колеса затягивать, скажи мне? Это YouTube. А, YouTube. А, да. YouTube, видите, посоветовал. Да ничего, ты крути. У тебя сколько там в запасе минут? Минут 27 есть? Это надо в колесо. Вау! Есть. Это надо отметить. Несите шампаншко. Надеюсь, это со шпилькой вместе. Хотелось бы верить. О, сейчас вот если он, у него ключ сторвет. Стой, стой. Ребят, и смотрите, теперь, если у него срывается ключ, он руками и всем телом и лицом падает на домкрат. И вот у него... Надо было страховаться. Ну, и вы понимаете последствия. Поэтому в работе первое, это безопасность. И ключ тянем всегда вот так. Вот таким вот образом. Вот так. Раз. И все. Понимаете? Я просто ручник зацепил. Да. Рыжком. Э, блядь, камера. Свою ж ты мать. Сорвал. На, давай 100 долларов и я все сделаю. Не, вот я делал принципы. А, а. Не, ну, будет, конечно, интересно, если я проиграю. Что, мне очень сильно сомневаются. На первую задачу не справимся. Ну, откручивай гайки. А что ты перчатки не одел? А я, не те ощущения. О, ну, 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 ну как. Не те ощущения, говорит. Это нормальный звук? Нет. Это похоже с ходовкой у тебя проблемы. Серьезно? Да. Да у тебя же есть вот эта вот штука. Я же говорю, не те ощущения. А, понятно. Привык руками работать, карантин же. Да. Так, окей. Колесо минус. Нет. Ой, блин. Пошел-ка я посплю, кофе выпью. Ты закручиваешь. Ну, бывает. Зато точно нет затих. Как, идет процесс? Да. Ребят, делайте ставки, кто выиграет. Давай лучше 100 долларов подписчикам заплачу всем, кто на меня подпишется. Хоть не так обидно будет. Что, сверел, что ли? Давай первый, я тоже на тебя подписусь. Так и выйдем, говорил. Ну, пока тут у нас происходит увлекательное действие. Пожалуй, мы пойдем в другой сюжет. Нет, тут очередные покупки. На этот раз я купил вот такую вот пилу. Как вы понимаете, пилить мне нужно будет много и долго. Поэтому главным критерием при покупке был вес этого чудо-инструмента. Но он оказался легким не только сам по себе, но и цена его оказалась очень легким. Я его купил за 30 долларов, плюс вот такие вот пилки за 7 долларов. Так что, Volkswagen, мы идем к тебе. Продолжим техничку. Правда, техничка у нас какая-то сомнительная. Получается, пока что только все разбираем. А сейчас нам нужно бензобак отсюда вытащить. Практически пустой. Знаете, это уже радует. Понимаю? Ибо что-то мне подсказывает, что он нам тут нафиг не нужен. Логично? Или оставим? Вдруг пригодится. У меня вопрос, как его сюда засовывали, чё-то возьми. Всё. У нас получилось. Аллилуйя. Сейчас наступило время вот этого роскошного инструмента. Ну что, посмотрим. Что я купил, так он будет работать. Ну вот, видите, чуть-чуть отпилил вот этот кусочек. Блин, не скажу, что это лёгкое занятие, конечно. Да, и, кстати, пилу я нормальную выбрал. Она очень лёгкая и компактная. Потому что там, которая у меня была, она была здоровенная, тяжёлая. Час попилишь, и просто уже всё отваливается. И руки, и ноги, и голова от трясучки. А это не нормально. Первая отпиленная запчасть от Volkswagen, это надо отмекить. Первый пошёл. Что-то мне подсказывает, что сейчас те, кто не видел мою первую работу с первым Volkswagen, он задаётся вопросом. А нахрена, собственно говоря, он всё это дело отпиливает? Зачем он портит такую роскошную, замечательную машину? Ребят, дело в том, что сюда будет вставать мотор. И все вот эти вот ненужности мне нужно убрать. Поэтому всё это дело будет отпиливаться. Вот, видите, шок идёт. И да, у болта мотор переднеприводный. Здесь у нас на Volkswagen заднеприводный мотор стоял когда-то. Но я пристрою сюда мотор от болта. Вот именно вот в этом месте есть у меня уже пройденный, скажем так, этап. Поэтому вы всё увидите. Но, конечно, не в этом выпуске. Но, тем не менее, у вас есть шанс увидеть это. Вот такое вот пространство у меня в итоге получилось, конечно. Всё это будет обработано, подготовлено под покраску. Следующий этап я буду вырезать вот эту вот крышу. Здесь будет такой импровизированный капот, чтобы был доступ к двигателю. И смотрите, начинается кардинальное отличие. То есть я хочу оставить родную систему торсионов. В предыдущем варианте я оставлял родные стойки от болта и крепил их вот сюда, вот в это место. И, соответственно, мне пришлось убирать рулевую рейку и фиксировать рулевые тяги, чтобы колеса не гуляли. И развал схождения стоял жёсткий. Но тут возникли некоторые проблемы. И развал схождения пришлось сделать раза три, наверное. Поэтому я хочу избежать на данном этапе этих проблем, этих вопросов. Ну и упростить, скажем так, конструкцию. Но посмотрим, как у меня это получится. Я думаю, мы всё увидим дальше. Потому что уже совсем скоро я начну примерять сюда мотор. И уже будет видно, как у меня получится это сделать или нет. В общем, работаем, господа. Работаем. Напилился прямо от души, вы знаете. Но и следующий этап. Сейчас буду снимать мотор с болта. И будем его пристраивать вот сюда. У нас тут, похоже, обычный гараж превращается в появлением Оксаны в мото-гараж. Оксан, что ты делаешь? Я качаю колясики. Зачем? Ну, потому что они спущенные. Было 20 кс, а надо на переднее 30, на заднее 36. Нифига себе. Да. Я и то не знал таких тонкостей. Обычно просто на глазок. На глазок? Нет. Надо обязательно. А чего не работает? А так я компрессор не включил. А, так может... Может, ты пойдешь в ближайший компресс? А зачем? Мне и так хорошо. Я подготавливаю Volkswagen к установке электромотора. И параллельно идет работа по излечению этого самого мотора с болта. Смотрите, как это все выглядит. Я не стал снимать весь этот процесс, потому что вы его уже видели, когда я работал с предыдущим Volkswagen. Но, смотрите, да, какой электромоторчик малюсенький. 200 лошадиных сил ряда. Нормально, да? Я всех привез к этой деятельности, как обычно. Идет. Надо один ударную резко такой плеский. Я боюсь промазать. Пошел, пошел. Куда эту штуку? Ой, дисточки красивые. Фух, у тебя еще Брэмбо стоят? Брэмбо. Да, ладно. Обычные GT тормоза, покрашенные в красный и наклеена наклейка. Но выглядит огонь. Колхоз бывает разный. Какой колхоз я считаю допустимым? Вот супер. Здесь колодка и здесь колодка. Шпилька у нас их удерживает. Точнее, две шпильки. Нам нужно выстучить эту шпильку, шпильку, что снизу. После этого они смогут выйти. Мне нужен специнструмент. Давайте накидывайте время. У вас всего нет. Сестра, мне нужен свет. На меня не смотри. Ну, какой-то другой агрегат. Вообще, чтобы это удобнее было, нормальные, ну, механики, они просто выключают колесо. Я так учусь. Да, я тоже. Я уже давно на это дело смотрю. Антон у нас не ищет. Легких путей. Настоящие путешественники кинут во вход. Братья. Сто процентов. И сестры. Сто процентов. Что там у нас? О, да. Сто долларов. Заработали. Не хочется царапать, если честно. А боюсь, придется царапать. Надо. Ай. Это закусило. Как так-то? Холдан. Да вот ты его перекосил. Как так-то? Что делать-то? Ну, что поделать? Давай, выходи. Потихоньку на себя. Меня люди ждут. Так, одна есть? Ну, уже сто долларов проиграл. Сейчас следующий в порт будет. Какой следующий? Я еще за старый не заработал денег. Ты о чем? Плохой бизнес. Сами все делаю, посетите. Да, да, да. Гараж самообслуживания. Так, окей. Все, сейчас все будет, пацаны. Нормально. Эти колодочки. Советуют. Видишь бы, что сами сделали. Только советовать им. Ну, у нас наконец-то, как видите, колодки встали. Ими же, блин, 7 секунд. 6 секунд осталось. 6 секунд осталось. У тебя есть шанс, понимаешь? Идите вы в 3 секунда. Я пропотел, как не знаю кто. Увы, увы. Что такое? Да это же легко. На ставках проще зарабатываться. Короче, ребят, мы честно заработали 100 долларов. Я честно пропотел и потерял 100 долларов. Так, ты не расстраивайся, у тебя впереди еще вторая сторона. На нее будем спорить? Не, не надо. Что ты за 15 минут уложишься? Не, 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 за часа 3 давай. Ну ладно. Давай поспорим, что я уложу за 10 минут. За 10? Если я укладываю за 10 минут, ты мне даешь, что давай. Опять? Если я не укладываю, да, опять. Пацаны, у меня уже лимиты по кредитке. Как хреново в жизни становится, он родину сразу вспоминает. Да, да, типичный иммигрант. Сколько, 10 минут? Да. Только еще это дособерешь. Нет, 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 ты давай доделывай. А, окей. В общем, после одного спора мы плавно переходим ко второму спору. К очередным 100 долларам, которые я уже практически ощущаю у себя в кармане. У меня есть 10 минут на то, чтобы поменять тормозные колодки. Болты я затянул там потуже, поэтому у него должны быть в руке. У него нет шанса. У него нет шанса. Только со шпилькой вниз. Ладно, мы сейчас разберемся. 10 минут на одну сторону. Ну что, погнали? Погнали. Время пошло. Ну так нечестно, он уже ранее поставил, куда надо было. Музыка. Не, я его смотрю туда, он смотрю. Я там уклюю, дядя Дима, смотри, у него выкручивается так легко все, да? Я говорю, что он смотрит заранее. До 100%. Я на герметик колесо залил. А, Дима, то штамп мощный, да? Это все монтаж, на самом деле. Что это длилось 2 часа. Я же тебе говорил, тебе отвертка нужно. Ты мне что говорил? Не, не надо. Не, ну скобу можно и пальчиком это вставить. Ты куда молоток дел? Хе-хе-хе. Ой, не ты делал. Мотоколлажник, знаешь, по скорости. Не, ну я так не играю. Что? Так, тащи пистолет. Да, да, да. Будет заменять этот процесс. Дима, не гони, у тебя еще 5 минут. Дима, а вот то, что пасту намазывают обычно на колодки, вот где суппорта давят. Вообще она должна приклеивать суппорта, чтобы колодки не елозили. Это в основном нужно делать на европейца. Палишься, брат. Ой, тут что-то выпало. Ребят, как вы думаете, на вот эту диверсию развести его еще на 100 долларов? Не, 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 все было, все так и было. Осталось 3 минуты. Не, не так нормально. Что, решил колесо стыреть. Маивный чукутский парень. Да, не говорят, что будет легко. Мы ему сейчас забьем колодки туда, да? Все. Ой, не идет. Не выходит. Да, в курсе. Сейчас попадем. Дим, не хочешь там чай, кофе? Я могу принести. Давай, Стай. Да, я сейчас принесу. Садись. Садись. Вообще, у нас должна быть социальная дистанция. Ну, а что ты к нам тут? 6 фит. Ну, а что ты к нам прилип тут? Я так не делал. Заведи, выкруйте, Лех. Не, не успеешь, Тим, минута. Ана. 58. 55. 54. Ты не успел. Так, где инструмент? Сейчас зажигание. Что, идем закручивать? Смотрите, у меня руками. Что это? 40 стоит? Давай сюда. Ну, давай. Бездачный. Я у тебя документ не забирал. Дим, пощади кризис. Кризис на доме. Не знаю, где. Чем? Пока. 15 секунд досталось. 15 секунд. Yes. Браво. Все, спасибо за ремонт. Я с вами. Я с вами. Я с вами. В принципе, прибыльно работать с автомехаником в Майами, по-моему, очень. Это сам. Надо подумать о квалификации. А вот и таймер. Что могу сказать? Хороший труд, молодец по коронавирусу. А я пошел в банкомат. В общем, ребят. Руки я замарал, и деньги потерял. Ты не удачный. Ну, ты потерял перед него 200 долларов всего. Цены в Америке, друг, дорогой, очень. Давайте, у него такая потеря случилась. Давайте поддержим Антона, перейдем к нему на YouTube-канал. У него, кстати, тоже есть YouTube-канал, где он рассказывает о своих машинах, о своем бизнесе, ну и много всяких интересностей. Так что давайте поддержим. Да, ребят, если интересно, как сдаются эти машины, как можно иметь хелкат в Америке сделать так, чтобы ничего за него не платить, а он приносил деньги, переходите ко мне на канал, много всяких интересных жутких и проджетских. В общем, жизнь в Майами под пальмами. Да-да-да, жизнь под пальмами. Завтра он приезжает на своей очередной машине. Как думаете, сколько можно заработать? На ровном месте. Оксана, это тебе. Ого. Ого, ничего себе, Димка принес масло. Блин, все вы, девушки, так радовались. Масленой фильтр новый. Смотрите, новенький, чистенький. Охренеть. Оригинальное или неоригинальное по сервис-мануалу? Я тебя умоляю, что такое сервис-мануал? Недорого называется. Дешево, дешево. Не, ну мотоциклисты, скажите, нормальное масло я купил? Я купил Костроловское, конечно, я не купил. Да будет срач в комментариях. Сейчас нас там все захейтят. Кстати, по поводу хейта, тут Оксана не права. Потому что, ребят, вы у нас, ну просто, блин, я не знаю, так вот собрание... Такие мимими, такие все отзывы там у Димки на канале положительные. Оксана тут затронула тему о комментариях, и я хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что, ребят, огромное вам спасибо. Действительно, вы настолько вот благодарный зритель, что это просто непередаваемо словами. Действительно, прям вот тронут до глубины души. Спасибо вам, ребят, огромное. По маслу напишите тоже обязательно. Я думаю, больше комментариев будет по тому, как менялось масло. А, замене, да. Это просто вот закроет всю картинку. Я думаю, никто не сможет назвать, какое масло мы сюда заливали. Так, закручиваем до упора. И потом еще чуть-чуть до упора. И еще, я бы сказала, 3 восьмых оборота. Все. Супер. А что у нас по мануалу? Ты же смотрела, сколько тут нужно масла? 3 литра? Да, по мануалу идет 3 литра, да. То есть мы будем проверять уровень? Да, конечно, мы будем проверять уровень после того, как мы его заведем. Потому что уровень проверяется на горячую. Короче, нашли мне достающее масло. Сколько в итоге? В итоге 4 литра. Ну, бывает. Хватило 1 пилочек. В интернете не всегда пишут, да, корректно, так, как оно должно быть. Но это не проблема. Я думал, у нас получится, да, купить литр масла. Так что, ребят, не переживайте, мотоцикл, который мы будем разыгрывать, будет с маслом. Будет с маслом. А динаметрический ключ будет? И динаметрический тоже будет. В общем, раздобыли мы недостающую литрушку. Что у нас с уровнем? Все окей? Да, с уровнем у нас все отлично. Все, прикручиваем сейчас защиту. Давай, только правильно ее прикручиваем, не на проволочку, да? Да, не на проволочку. У нас с защитой вообще полный порядок. Все, по поншую, никаких проволочек не надо. Пора прокатиться? Давай. Давай, погнали. Ну, как тебе аппарат? Супер. Аппарат супер. Так что, ребят, Оксана сказала, аппарат супер. На розыгрыш самое то. Да, на розыгрыш просто. Кто выиграет, тому счастье на всю жизнь. Ну, в общем, ребят, на сегодня закончили, да? Да. Все. Ждите условия розыгрыша этого прекрасного мотика. Не забывайте подписываться на канал LA Garage, ставить лайки, а также подписываться на мой инстаграм и Димке. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok